Всем привет, меня зовут Оля Пани... Пани-пани-пани-понедельник, Пани-пани-понедельник, Чем я занимаюсь? Всем привет, меня зовут Оля Пани-дельник, сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в группе ВКонтакте. И в принципе, я надеюсь сегодня всё успеть, хотя их там довольно-таки много. Сразу же первый вопрос Юли спрашивает, как я отношусь к нехудожественной литературе, кроме учебников и литературы по специальности. Как раз литературу по специальности-то я, наверное, и не очень читаю, и не очень люблю, но в принципе нехудожественную литературу. Я очень люблю большой фанат психологических всяких книг, которые типа познать человека по его жестам, вот это вот это. Ууу, это я обожаю. Я люблю читать книги даже по тем вещам, которым я совершенно ничего не понимаю, там, допустим, я не знаю, дизайн, интерьер, фэн-шуй, что угодно я могу читать. Ну, а всякие учебники, которые не относятся к моей специальности, но вообще учебники чего-нибудь, меня хлебом не кормит, дай позаниматься по учебнику, это моя слабость. Второй вопрос Алина спрашивает, как ты умудряешься совмещать учёбу и чтение, или я действую по расписанию? И Миша тут же спрашивает, как много времени я трачу на чтение книг. Ага, надо понять, что меня спросили. Начнём по порядку, как я совмещаю учёбу и чтение, но у меня сейчас какой-то такой период, когда я не особенно трачу много времени на учёбу, да я и в принципе никогда много не тратила времени на учёбу, так что время у меня всегда есть, главное его найти. Потому что я не верю людям, которые говорят, у меня у всех совсем нет времени, у всех есть время, просто мы его тратим на разные вещи. И на самом деле, если бы я посвящала всё своё свободное время чтению книг, я бы читала не 4 книги в месяц, а 24. Глаз дёргается. Никакого расписания у меня нет, систематики нет, хочу читаю, не хочу не читаю, вот так. И как много времени я трачу на книги, в принципе это не очень много, я думаю где-то по минут 40 в день. Следующий вопрос, человек со странным ником Dead Astronaut. Dead, короче Dead Astronaut. Astronaut. Как читается? Astronaut. Google мне помощь. Так вот, этот человек спрашивает о музыке, любимых альбомах, жанрах или книгах, связанных с музыкой. Кстати, вот книг, связанных с музыкой, я практически не читала и очень редко встречаю такие. Но если говорить конкретно про какие-то музыкальные группы или исполнителей, то я недавно вспомнила, что же я люблю таки больше всего на свете, потому что, когда я отвечала на текст слишком много информации, я почему-то, почему-то с какой-то глупости забыла упомянуть свою самую просто любимую группу времен и народов. Ух, и я считаю, что вот этот их альбом, это само совершенство музыкального Олимпа. Это Green Day и альбом называется 21 Guns. Альбом составлен как будто это опера. То есть все песни взаимосвязаны, вытекают одна из другой. Каждая песня просто шедевр, что довольно-таки редко встречается вообще, в принципе, у музыкантов. Их последний альбом, который у На До Стресс, мне не так понравился. Так что 21 Guns остается просто моим фаворитом на века. И я сомневаюсь, что что-либо может мне понравиться больше, чем вот этот альбом. Елизавета спрашивает, есть ли у меня особый блокнот, в котором я записываю все свои дела, и если нет, как я все успеваю? Конечно же, у меня есть такой блокнот. Другой вопрос, что, конечно же, как и все обычные лентяи, я его веду нерегулярно, но очень стараюсь это делать. И вообще я заметила, что в разных блокнотах ты ведешь себя по-разному. Когда у меня был Малецкин, я в нем сидела круглые сутки, везде таскала с собой. Когда я купила себе блокнот подешевле, мне как-то и не хотелось к нему обращаться, поэтому сейчас я снова обращаюсь к своим друзьям, которые меня смотрят. Оля, что ты делаешь? Короче, купите мне на день рождения Малецкин, пожалуйста. Наталья спрашивает, между прочим, Наталья и я через И. Интересное имя мне нравится. Наталья спрашивает, летом три дня будем в Сербии, Белграде, что нужно обязательно посмотреть-то. Вообще вопрос, который снискал мою любовь, едва я его увидела. Ура, кто-то там спросил меня про Сербию, про мой самый больной сейчас вопрос. Как я хочу в Сербию? Оля, забери меня отсюда. И если уж говорить про какие-то достопримечательности, то в принципе, то, что я нашла в путеводителе, оно в принципе всё рядом, и хочешь не хочешь, ты всё увидишь. И в принципе, три дня это более чем достаточно, чтобы посмотреть в Белграде просто по максимуму. Всякие достопримечательности обычные, оно там и понятно, вы их пойдёте мимо увидите. Мне кажется, за три дня нужно просто попробовать пожить там, исследовать какие-то закоулочки, которых нет на маршрутных картах. Между прочим, путеводители там продают даже на русском. А у нас в Москве не продают путеводители на русском. Логика. Но, наверное, из таких мест, которыми пренебрегают путеводители, это, конечно, Зэмон. Мне очень понравился Зэмон, когда я там была. Обязательно туда съездите совсем недалеко от центра на автобусе минут 15. А так всё сосредоточено там буквально в одном месте, и далеко ходить не придётся, всё вы увидите. Я потерялась. Мария спрашивает, какой была в детстве весёлая история и первая любовь? Ооо, это такой неловкий вопрос. Но знаете, после того, как я на весь интернет сказала мой вес, мне уже ничего не страшно. Вообще, я свои весёлые истории с детства писала в ЖЖ когда-то, и сейчас вроде как стараюсь продолжать. По тегу можно найти вкусный голод, то есть всякие мои детские смешные истории, там действительно много чего интересного. И если вы помните историю, которую я рассказывала с Улилайт, про зайчика, которого я поджарила, то у меня всё там в таком духе. Я была очень странным ребёнком. И остаюсь сейчас. Наташа спрашивает, скажу, Оля, если бы случилось нашествие лемуров и опоссумов, боже, опоссумов, каковы были твои действия? Ты бы закидала шоколадным печеньем? Я не люблю шоколадное печенье. Кстати, ты вообще относишься как к печеницу, только не к шоколадным. Лемурам, опоссумам, а главное, к пингвинам. Пингвинов я очень нежно люблю, у нас вообще к пингвинам с меня особое отношение, я не знаю почему. Так получилось, у нас все балдеют от пингвинов, у всех всё с пингвинами. Насчёт опоссумов и лемуров, если честно, я даже не могу представить сейчас, чем они отличаются друг от друга. Если бы случилось такое нашествие, я бы спряталась под кровать. Алиса спрашивает, читала ли я Делириум Лорен Оливер. И Лилия тут же спрашивает, есть ли у меня видео о книге Уродина. Я так подозреваю, это та книга, на что написал Скотт Вестерфельд. Читала я Уродина, но видео у меня про него нет, потому что я читала очень давно, связанную с этой книгой-история маленькая. Я ехала с экзамена по истории, история-история, ууу. Я ехала с экзамена по истории, я поняла, что я его завалила совершенно, и я решила себя побаловать, зашла в книжный и выбрала эту книгу. Поэтому она такая для меня памятная, день, когда я завалилась в замен. Ну, а насчёт Делириума, нет, у меня нет такого видео, и я эту книгу не читала. Ну, напиши моей сестре, она ее читала. Олис спрашивает, привет, Оля. Привет, привет, привет. Какая самая объемная, прочитанная из тобой прочитанных книг была? Недавно я читала Унесенных ветром, там почти 700 страниц в каждом доме. Если исчезать это за одну книгу, пусть будет 1400 страниц. Вот так. Мне пора писать, говорит, вот так. А ещё такие, и собственно. Мои любимые слова. Так, и заключительный вопрос по скрипту, где затерялась Оля Бульдог? Сейчас, я не могу специально делать, вот в чём прикол. У меня это получается вырезано из видео. Кстати, кто не знает вообще, что такое Оля Бульдог? Это я поищу вконтактике 100 кадров из моих видео, где у меня выражение лица, как у Бульдога. Я не знаю, как это воспроизвести специально, но у меня постоянно в каждом видео просказывают это. Я думаю, вы заметили. Как-то так. Следующий вопрос. Ксения спрашивает, что отталкивает тебя в выборе книги? Наверное, обложка меня отталкивает в выборе книги, потому что такой визуал, люблю любить глазами, люблю любить. И, наверное, если все эту книгу читают, и она жутко популярна везде и у всех, то я, скорее всего, её не буду читать. И подожду, пока спадёт эта популярность, когда все уже остынут к этой книге. Вот так я жду, наверное, Великого Гэсби, я хочу прочитать. И Портрет Дорина Грея, наверное, почти уже созрела, чтобы начать читать эту книгу. Но пока жду. Ну а если что, спрашивают, сколько денег в среднем за месяц я трачу на книги? Если вот судить по последнему году, то, наверное, на 1000 рублей я заказываю в интернет-магазине. Но теперь мы с сестрой заказываем вместе. Так что получается, что я, допустим, на 600 рублей и сестра на 300. Или там я на 500, она на 500, как-то так получается обычно. И могу зайти ещё в Библиоглобусе, что-то в последнее время я так его полюбила. Особенно, когда у них 25% скидки. Можно купить книги дешевле, чем в интернете. И там я потрачу ещё рублей 300. Так что, в принципе, не очень много. И меня недавно спросили, кстати, в комментариях. Оля, откуда у тебя столько денег на книги? Я думаю, вы что смеётесь? У меня одежды новой не было уже лет 5. А вы откуда деньги на книги? Только туда и трачем. Вообще, я бедный студент. Юля спрашивает, что меня вдохновляет на новые видео. И тебе нравится, как пахнут новые книги? Я просто обожаю этот запах, пишет Юля. На новые видео меня вдохновляет еда. Потом меня вдохновляют зрители. Обязательно. Без вас я никуда. Сейчас точно никуда. И особенно, когда вы какие-то идеи кидаете, или всякие письма мне пишете, это только вдохновляет. Меня вдохновляет горячий душ. Меня вдохновляет вообще то, что меня окружает, наверное. Всё меня вдохновляет. И это потрясающее чувство, на самом деле, когда ты можешь вытащить вдохновение буквально из чего угодно. И нравится ли мне запах новых книг? Конечно, нравится. Конечно, нравится. Нравится, иначе бы я только читалкой бы и пользовалась. А так, я покупаю книги из-за запаха тоже. Аня спрашивает, бывает ли у тебя такое, что позорится герой, а тебе стыдно. Нет, наверное, у меня такого не бывает. Всё-таки я очень сильно разграничиваю себя, свою настоящую жизнь, вообще реальность и то, что происходит в книгах. Так что я редко как-то очень сильно проникаюсь и эмпатирую героям книг. Но, тем не менее, это не мешает мне воспринимать эти фантазии как что-то очень-очень-очень серьёзное. Альбина спрашивает сказочный герой, который вызывает раздражение. Вот я очень долго думала, ничего не смогла придумать, ни из каких-нибудь мультфильмов, потому что я обожаю мультфильмы. Я подумала даже, что, наверное, отрицательные всякие герои, всякие злодеи, бандиты, как я их обожаю всё-таки. Могу уверяться на них вечно. Катя спрашивает, как ты относишься к состояниям и неприкосновенности своих книг. В гореть ли тебе тоску, мятые странички, надорванные корешки? Вот недавно я показывала, что я купила Дитя во времени Макьюина, потому что у него отошёл корешок, поэтому я купила её со скидкой большой. Поэтому, если книга, там, что-то с ней не так, я её подлечу, и, в принципе, у меня это ни капельки не колышет. Но если кто-нибудь у меня взял почитать и пил на ней кофе, всё, я с этим человеком больше не разговариваю. И ещё меня всегда коробят, когда люди вместо закладок загибают в галки страничек, у меня прям всё внутри что-то переворачивается, и кишки стягиваются просто бантиком. Миша спрашивает, кто придумал мягкие обложки. В книгах, наверное, придумали лентяи и экономисты. Лентяи, потому что им тяжело таскать с собой твёрдые обложки, а экономисты, потому что они экономят. Там, деревья. А вообще, наверное, изобретателем был лентяй-экономист. Пилогие спрашивают, читала ли я что-то из современной русской литературы. Если да, то что читала, понравилось ли мне. Я осторожно отношусь к современной русской литературе, но, тем не менее, действительно попадаются очень интересные, хорошие экземпляры. Допустим, Алексей Пехов вполне круто пишет. Вполне прикольно, хотела я сказать. Опять же, есть из фантастики Ольга Громыко, потом Наталья Лебедева, потрясающие авторы. И надо ещё что-нибудь вспомнить. Наталья спрашивает, Оля, скажи, пожалуйста, в твоей семье все являются такими заедлыми читателями, и ты, или ты одна в семье такая? Да, я одна в семье такая, но я работаю над тем, чтобы зародить этим вирусом всех. Всех. Они тут спрашивают, Оля, как начать с того, чтобы сделать онлайн-встречу для подписчиков? Наверное, оффлайн или онлайн. Онлайн это видеоконференция. С удовольствием. Оффлайн это просто встретиться в кофейку попить. Это с удовольствием. И, может быть, даже вместе с Улевай. Конечно, вместе с Улевай, ещё вместе со всеми, со всеми, со всеми остальными блогерами, которые смогут до нас дотянуться. Но вообще, в принципе, тут, наверное, проблема только одна, что у меня в Москве именно зрителей не так много, и если устраивать какую-то встречу, то придёт туда две коллеги и я. То есть, одна коллега это я, а вторая коллега это мой единственный зритель из Москвы. Так что, в принципе, проблема только в этом. Но посмотрим, как дальше будет развиваться, если много людей обнаружится. Кстати, напишите, если вы живёте в Москве или в Московской области и готовы прийти и попить со мной кофейку, и с сарей, и с лилой, и с кем хотите, сейчас позовёмся всю нашу компашку. И насчёт видеоконференции тоже обязательно напишите. Мы уже с книгоблогерами нашими думали замутить такую вечеринку, но что-то как-то мы пока застопорились, поэтому к вам, книгоблогеры, у меня тоже продвижение пожелания. И последний вопрос. Меня Дарья спрашивает, если бы ты очутилась в книге и являлась главным героем, то кем бы ты была? Убийцей, молодой девушкой или детективом? Классный вопрос. Я бы точно была, знаете, вот обычно в таких историях есть писатель незаметный, который сидит в углу и всё записывает. Вот, я буду писателем. Фу, много сегодня было вопросов. Мне было интересно на них, на них, на них, на них отвечать. А я надеюсь, что вам было интересно послушать моё мнение, мои истории, мои смешные перлы и посмотреть на Олю Бульдога. И, как я и обещала, обязательно я выбираю сейчас, потому что я сейчас в данный момент думаю об этом, выбираю вопрос победитель, тот, который получит набор открыточек от меня. Я сейчас разрываюсь между вопросом про Белград и вопросом последним про детектива-убийцу и девушку. Давайте я делаю так. Я сейчас запущу рандомайзер и выведу на экран результаты, чтобы спихнуть всю ответственность на какой-то интернет-ресурс, потому что мне действительно понравились все вопросы, которые мне задали сегодня. Спасибо вам большое, вы можете продолжать задавать и в комментариях к этому видео, и в специальной теме в группе в контакте. Всегда ссылка остаётся внизу. И я всегда ваша, Оля Понедельник. Автор Гейл Форман, вспомнила. Там мальчик играл в музыкальной группе, и повествование шло как раз от лица этого мальчика. Вот так я иногда зависаю. А потом монтаж делает свою врядную работу. Продолжение следует...